всем привет сегодня просто про белые вина испании действительно простая тема но немножечко неоднозначная дальше мы наверное об этом узнаем начинаем тоже с неоднозначной позиции это у нас безалкогольное вино но почему я его сюда поставил дело в том что торрес один из самых больших а может быть даже самый большой производитель испании по моему это он придумал технологию производства безалкогольного вина насколько это было прагматично потому что сейчас я смотрю по продажам она все популярнее и популярнее становится помните мы раньше смеялись над безалкогольным пивом а теперь когда это стало частью жизни как нормальный продукт вот мы подбираемся к вину наверное этому моменту надо посвятить прямо отдельное видео но я немножечко расскажу что безалкогольное вино производится путем производства слабоалкогольного вина а потом удаление из него алкоголя путем либо обратного осмоса либо выпаривания суть ну главная задача это оставить ароматику и насыщенный вкус что теряется при выведении алкоголя принципе вот эта серия натурелла ну и первая которая появилась ну и до сих пор является такой самый распространенный хотя вин безалкогольных появляется все больше и больше говорят что английские хорошие но на рынке их пока нет еще проблема в них в основном что есть какой-то достаточно приличное количество остаточного сахара но я встречал в своей практике безалкогольные вина сухие дальше по классике кава самая распространенная игристая испания классический метод это у нас шампанская технология бутылочная выдержка есть у этого вина и плюсы и минусы вот такой вот сера стандартный производитель я взял как пример из плюсов это достаточно высокое качество потому что все-таки классический метод и там нет усреднения и цена цена раньше была там около 300 400 рублей сейчас конечно к 1000 подходит но принципе до сих пор кого еще можно найти около 700 рублей из минусов это все местные сорта они немножечко такие утяжеляют стиль и есть такое немножечко подход у людей что вот если выбор есть кава и просека многие выберут просеку потому что кто-то говорит про привкус кто-то говорит про тяжеловато стиля но есть что-то такое но все равно вино достаточно качественная дальше мы переходим на более высокий уровень от перелады хотя был перелады есть тоже достаточно бюджетная линейка ну вот я хотел показать что даже у таких производителей есть более серьезные вина такое вино стоит 2800 десятый год резерва вот такая серьезная бутылка и форма и тяжесть она в коробке вообще здесь уже стараются вывести уровень на такой на шампанский скажем так при таких показателях принципе цена недорогая в шампанском такое бы вино стоило бы более 5000 но все-таки если мы говорим про крутую кого сразу вспоминается сигура виудес потому что вот этот запоминающийся дизайн с ковкой он конечно ну вызывает какой-то такой приятное ощущение что люди все-таки постарались конечно и внутри действительно там неплохая кава но здесь просто блюд по моему даже без резервы а стоит такое вино уже 3 900 цена на него конечно растет стремительно дальше по идее если бы я снимал это все в 2016 году пошли бы такие местные сорта простые но я иду по факту и чаще всего на полках мы теперь можем увидеть альбариньо альбариньо это у нас регион риаж большин вот здесь такая этикетка ну марка которая здесь кстати она закрыта по моему либо ее нету но во всяком случае здесь есть наименование но мы дальше перейдем к этому вот качественное вино с высокой кислотностью солоноватостью небольшой раньше было не очень популярно потому что не понимали эту стилистику теперь когда вот это вот кислотность солоноватость минеральность выходит на первый план и считается как бы высоким уровнем для шабли например для севера но италии например и ну таким действительно уровнем как бы уже эстетским то вот такой вот уровень с этими же характеристиками но более дешевый грубо говоря это как знаете новозеландский савинья савиньон блан для сансера также это скажем так более дешевый вариант шабли потому что тоже идет под морскую кухню и обладает теми же доминантами при небольшой цене правда здесь у нас тоже с 1500 начинается по идее есть альбаринья которые в 1000 входят и наверное поэтому они и заменили более дешевые сорта но мы дальше к этому перейдем марде фрадес это у нас такое каноническое ординарное вино от роман бельбао большой производитель и который сделал риаш байшес но и вообще альбаринья таким узнаваемым скажем так то есть это как вилла мария для савиньон блана также марде фрадес для альбаринья единственно что последние винтажи вот профессионалы говорят что как-то стилистика немножечко меняется может быть это глобальное потепление может быть сам производитель как-то вот меняет технологию но винтажи меняются уже не так они интересны хотя вот я предыдущий который пробовал я каждый раз открываю эту бутылку понимаю чтобы блин да вот вот так альбаринья должен выглядеть но принципе вот даже в таких подешевле вариантах мы уже можем найти вот эту искомую стилистику дальше айрен здесь конечно он савиньон бланом но чистый айрен уже сложно найти раньше когда я начинал это был наверное самое распространенное вино потому что айрен по моему это самые массовые посадки в испании но не знаю с течением каких обстоятельств наверное по не повышением цены сам айрен в чистом виде вытеснен с рынка именно из-за того что он альбари не занял его место и действительно вот такое вот вино стоит 850 рублей а принципе там за 900 мы можем найти уже альбари не дальше у нас виура виура тоже была достаточно популярна и это были такие дешевые белые вина там на каждый день чуть ли не от 250 рублей до 500 они были и до сих пор вот такая бутылка там 800 стоит но спадает их популярности даже виуру найти сложновато тоже касается эвердеха принципе эвердеха все-таки почаще можно найти потому что сорт более такой представительный он требует какой-то обработки и вот такие классические большие заводы как протос они до сих пор с ним работает но и такой повышенный категор этот регион там рояда да вот у них даже такая специальное обозначение и она новая раньше она была другое там было такое колесо или штурвал что такое морской но прикол в том что теперь мне понятно почему они решили обновиться потому что действительно они теряют свои позиции вот такое вино стоит 1800 а получается что да легче взять опять же альбари не более актуальная здесь конечно вердеха тоже обратно обладает такой приличной кислотностью не знаю как сейчас с таким потеплением но и обработкой с бочкой ну либо с выдержкой на осадке смотрите текущий винтаж 2020 поменяли они бутылку смотрите красивую сделали такую под францию но в общем то вот они теряют свои позиции потому что стало это дороже а терять свои позиции вердеха начало когда она вышла за 1000 рублей я помню что протос вот в шестнадцатом году стоил 1200 такая еще желтая была этикетка новые варианты да все таки с испания регион классический но они тоже стремятся сделать что-то новое савиньон блан смотрите в стиле новой зеландии принципе если вы на полке встретите в которой не обозначены регионы вы подумайте что это новая зеландия его возьмете единство что смотрите мы понимаем что здесь конечно кроме савиньон блана хоть он как бы читается больше добавлено вердеха да ну это как бы здесь в аэрон савиньон бланк добился но поэтому он и появился на полке здесь это скорее вот подражание стилистики нелеман тоже вот смотрите они делают что-то такое в стиле хипстерства такого современности и так далее этикетка интересная вот такое наименование в стиле такой на его классики сочетание сортов шардоне и муската международных 2020 свеженькая и пробка вот такая вот ну нестандартная все вместе нам дают такое современное понимание вина это вот для органистов для любителей натурального вина хотя принципе они этим там не хвастаются по моему там у них написано где-то веган friendly но даже не столь это важно сколько вот они показывают свою стилистику если на вино такое в стиле италии скажем так легкой здесь смотрите я вам добавил большого производителя это опять же мы кто раз у возвращаемся но вот вине эсмеральда это вино сочетающее себе классику и современность классику потому что это классический производитель такая бутылка под флейту упаковка картонная чтобы можно было подарить вот но а кстати это не от него коробка тут написано спарклинг а это у нас по моему все таки не спарклинг классик ну ладно даже дело не в этом дело в том что это геористра минер по моему даже с добавлением муската потому что разная информация здесь такая странная этикетка сзади что я даже не смог прочитать нормально но я к тому что они спокойно могут использовать геористра минер для того чтобы тоже показать испанию в действии такой пример не не стопроцентный но я должен был его показать и вот здесь вот небольшое сомнение я должен был показать вам приорат но нашел только белый но прикол в том что у белого и у красного одинаковая этикетка с муравьями и принципе можно и так запомнить да они только пожелтее будут очень интересно приорат обрабатывает белое не так много там белых вообще такое это зона все-таки больше красных вин но белые тоже получается очень крутыми массивными комплексными не знаю с чем даже сравнить очень такой самостоятельный абсолютно стиль и ну просто если есть возможность они дорогие но попробовать надо я вот например пробовал на дегустации я скажу что это было хороший опыт для меня это было интересно и может быть даже если бы у меня какой-то был такая задача удивить я бы вполне мог бы взять белый приорат но вот так вот примерно